Итак, здравствуйте дорогие мои друзья, все мои подписчики и те кто просто смотрит мои видео Видео получилось очень поздно, потому что у нас сейчас уже 11 час и просто я все тут делала и доделывала вот и пока все это поменяла, пока фото добавила вот уже очень поздно, но я все-таки сниму обзор, потому что потом мне будет некогда Помните на обзоре тоже Барби Пухлой, но шарнир негритяночки Я говорила, что я шла ехала точнее в детский мир чтобы купить вот эту вот куколку Барби с розовыми волосами, простую не шарнирную, на теле пухлой куклы вот она и хотела купить из безграничных движений Барби Джойс вот она чтобы поменять их телами или головами ну в общем вот это вот у меня голова была на вот этом теле пухлом а вот эта голова Барби Джойс была на вот этом безграничном теле движений то есть это тело безграничных движений или Барби Йоги так как у меня уже Барби Джойс есть поэтому я купила повторную и просто поменяла телами так как у нее тоже тело немножко смугленькое такое и у той тоже голова такая же то есть не такое белое как у Барби блондинки вот поэтому оно и подошло вот и одна участница Ольга Олежкова вот она сказала мне тоже в группах кукольных она так же сделала поэтому я увидела у нее мне очень понравилось и мне так же захотелось сделать вот но я увидела их только в Бубль Гуми вот поэтому я за ними сегодня после работы съездила и купила вот и не жалею потому что мне вот эта розовая на вот этом теле очень нравится она так значительно похудела прям а была ну смотрите слонцевой вот правда у меня есть конечно не шарнирная Барби но по крайней мере она как-то выглядит в в платье в том которое я купила и она нормально выглядит куклу вот эту вот я уберу подальше но вот эту вот пухлую потому что она видите не шарнирная полость у нее простые руки вот они только вот так в стороны делаются и простые ноги и она очень толстая вот и жирная здесь как я вижу трусики у нее есть молдиры видите вот нарисованы ну и чтобы кукла в кадре голая не была я ей пока одела это платье и тушельки вот на вот этой вот розовой кукле так она уже испоганила в нее волосок что не нравится что у тебя тело забрали ну и что для такого волососа не только я меняю голову и вообще я поменяла голову на тело первый раз мне обычно было жалко это делать то есть даже вот если у меня есть уже кукла джойс да вот такая вот то мне было жалко как-то ее снимать и покупать ну а тут я увидела мне понравилось и стало не очень жалко вот тем более головой все равно пока одела на вот это тело ну и может быть оттам племянницы играть с этой куклой может быть куплю и тоже другую одежду потому что на такую толстую одежды нет у меня есть конечно одежда но так как вы все видели уже мой обзор что у меня есть уже кукла барби пухлая она шарнирная она намного лучше смотрится потому что она шарнирная вот а такие вот куклы как ну и в общем вот такие вот как такие вот куклы просто они шарнирные мне как-то не очень нравится поэтому я ее пока отложу и или отдам племяннице играть то что таких кукол не собираю и не коллекционирую ну как-то они мне не очень нравятся потому что реально не согнут так то она вроде но на вид и вот нормально да и подходит вроде барби джойс такое тело тоже но мне вот это платье нужно для моей пухляшки кстати когда я его мерила на свою пухляшку она вот тут едва застегнулась то есть вот это барби она худеет даже той которая вот я из городского блеска да и вот эти вот туфельки она вроде бы кажется она пухлая да то есть эти сапожки и ножка у нее у пухлых должна быть вроде бы одинаковая но когда я стал эти розовые мерить на свою ту шарнирную пухлую они не налезли представляете странно вот этим барби она такая обувь маленькая там прям видно что пятка торчит вот это и вроде нормально они налазят знаю значит получается вот это вот тело который не шарнирная пухлая она идет поменьше чем у той это она самая толстая прям вот и естественно вот эту обувь я тоже сниму я ее раздетую положу пока в ящик куда-нибудь где они тоже не нужны сломанные куклы лежат вот и может быть потом если когда деньги еще появится куплю и одежду какую-нибудь для пухляшек и одену ну которая мне точно не нравится то что-то мне платье нравится я его померил уже своей пухой негритяночки она мне подошло поэтому вот это мне барби не нужна но не люблю я что не шарнирных куколу не согнуть не разогнуть не она даже до лица дотронуться не может видите вот поэтому я не люблю таких кукол да не может быть по-своему хороши но тем более она толстая это с трудом сейчас вот привыкаю к той толстый барби которая уже купила без городского без но то нам не нравится такая лучезарная какая-то прям и но позитивная а это как-то не очень поэтому я и из туфельки снимаю платье снимаю и откладываю шкаф там будет ждать либо либо пригодится мне когда-нибудь еще раз либо уже племянница да ну скорее всего племянница дам и вот такая вот у меня получилось куколка вот который может достать до лица видите тело и очень идет кстати голову я вообще сначала подумала что я не смогу барби поменять то что я еще ни разу барби полу не снимала никому не меняла тела хотя не я не поменяла тела барби русалочки то есть голову посадил у нее тоже тело было наполовину шарнирная то есть ноги шарнирные а руки нет вот и я тоже покупала просто китайское тело в магазине карандаш вот и я пересаживала еще и пересаживала подделку куклы обе но я потом ее вернул назад но это как бы но не очень так считается вообще голову и снимала уже много раз и снимая только кипятком потому что феном я не умею это я как-то попыталась я нагрела голову только начала снимать и она остыла то есть но я в кипятке прям держу не знаю минуту две-три чтобы она прям мягкая такая все было как не знаю как вата вот тогда начинаю снимать и снимая только пилочкой для ногтей я не могу не отверткой не крючком потому что только пилочкой вот я научилась так вот такая вот у меня кукла барби вообще пересадка тела новой головы на у такое это моя моя первая работа вот я очень довольна потому что раньше мне жалко было вот теперь эта куколка значительно похудела по сравнению с ее толстой вот попы ляжками это ее тело было теперь у нее тело вот такое вот безграничное движение и она теперь все может одета она теперь вот так вот у меня в таких штанишки кофточку и такие вот сапожки черные здесь я одела очки потому что здесь была небольшая лысинка вот она на и она очень заметная если тут что-то нет вообще у этой барби здесь был такой хвостик часть вот тут сделанный но я это все распустила потому что ей так идет с распущенным без всяких хвостиков с хвостиками она кажется маленькой девочки такой вот но она не такая поэтому ей хвостика это распустила и голова села хорошо у нее тоже на это тело она голова не болтается вот видите не шатается все как как будто так и было вот назвала я эту куколку мия вот и теперь у меня появилась вот новая барбейка кстати на в одной группе на одноклассниках там уже показали новую толстушку барби она выйдет на безграничном движении теле вот и тело будет вот такой же такой же пухло и толстая но она будет вот с безграничным движением вот то есть и по моему нибудь красные волосы и еще какая-то тоже будет но она вот на таком же теле тонком но вот на безграничном движении теле чтобы она была такая пухло я еще тоже не встречала поэтому я вот ей и лично я заинтересовалась поэтому вот если такую когда когда-то не будет вообще у нас продаваться в томске я обязательно куплю потому что мне очень нравится безграничные движения тем более я уже купил одну шарнировую пухляшку и если вдруг такая появится у нас то я обязательно куплю потому что безграничные движения хороша даже толстушка потому что но это тело прям ну вот мне даже эти барби практически больше нравится чем куклы монстры там или еще какие-то потому что с этими безграничными движениями и монстряшки даже не стояли рядом но они так не умеют как вот эти в барби на мостике становиться видите дотронуться до лица нет они как-то могут но вот так вот вот так полностью совсем они не могут или вот так например то вот в общем именно безграничные движения тела мне вообще поразили поэтому я вот и решила все таки также заменить как у ольги и мне она очень понравилась как я уже сказала вот но пока на данный момент наверное моя пока последняя кукла то что покупать уже практически некого вот да и денежек нету поэтому может быть только куплю к новому году но если конечно не появится барби тоже городской блеск которая сером свитере и торолей страйп из садовых монстров потому что их я жду а вот там каких-то еще дополнительных новинок вот это уже может могут быть либо в новый год уже либо после нового года пока я загадывать не знаю утверждать поэтому вдруг появится и я куплю поэтому вот пока довольствуемся вот этой вот моей новенькой куколкой барби вот она вот так вот выглядит все целиком и вот и и было тело такая вот пухляшка сейчас она снимет платье и отправиться в шкаф куда куда у меня где мне сложны тоже сломанные куклы там у меня дьюс лежит из живых и живых кукол которые вообще купила по ошибке ханис вам из цирка шапито который вообще мне нравится который болтается как я таких кукол не люблю и реально не знала что такие куклы есть по ошибке купила из down dancer там сломанная первая валяется куклы wings тоже 2 сломанные вот поэтому это тоже туда отправиться ну и еще там тоже парочка таких кукол там тоже лежит подделка какая-то там которая с лошади вот купила именно поменяла и голову но потом решил назад вернуть куклу голову эбби потому что цвет головы и тело отличается мне это не очень нравилось там светлое тело и темная голова ну как-то по моему по мнению очень смотрится все равно что купить например оранжевое тело и зеленая голову скажите нужно реально как-то смотрится что-то не тону поэтому я люблю когда все сочетается вот ну в общем вот она моя новая вот это новая моя кукла барби а это отправится шкаф или потом к племяннице когда я куплю платье потому что это платье мне нужно само для другой куклы моей пухляшечки так это уберем и еще раз покажем мою новиночку вот она моя новенькая куколка которую я назвала Мия молд я ее пока не знаю но потом узнаю потому что у меня как бы идет молд это настоящее имя куклы а